Добрый вечер, дорогие уфимские друзья! Для нас огромная радость снова видеть такое огромное количество людей на нашем семинаре от Заокской Духовной Академии, а также радиотелецентра, очень известного в Российской Федерации благодаря Радио Маяк и Радио России «Голос надежды». Мы вам всем-всем очень-очень рады. Ну а мы вместе с вами продолжим наше путешествие в великий древний мир книги Библии. Но для тех, кого не было в прошлый раз, в среду, позвольте сделать небольшое повторение. Итак, мы с вами проходим семинар под названием «Удивительные открытия в древних городах». На самой первой нашей программе мы с вами побывали в Месопотамии, в древнем Вавилоне, и изучали находки археологов о древней Вавилонии. На второй программе мы с вами побывали в Египте, на территории Эблаидской цивилизации, это современная Сирия. Мы с вами находились в поисках Содома и Гаморры, кумранские рукописи. И все это мы с вами исследовали, чтобы увидеть, что Библия – это надежный исторический документ, которому можно доверять. Наша третья программа была посвящена естествознанию. На третьем вечере мы с вами рассуждали на тему «Одиночество. Есть ли выход?». Мы изучали научные доказательства в пользу того, что Бог – реальность, и Он действительно существует. Ну а в прошлый раз, в среду, мы с вами изучали тему под названием «Космические пришельцы» или «Как в мире появилось зло». Однажды Иисус Христос сказал «Я видел сатану, спадшего» – откуда мы с вами читали? – «С неба, как молнию». То есть зло, грех не зародились на этой земле. Зло появилось однажды в далеких глубинах Вселенной, когда Люцифер, святозарный ангел, был первым, кто злоупотребил, дарованный Богом, свободой выбора. В результате этого, согласно Библии, свершился космический конфликт. И пронизвержен был в результате его древний дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Именно тогда мы с вами говорили о том, что жители других миров, а они, согласно Библии, существуют, не пали, не согрешили. И согрешила только наша планета, Матушка-Земля. Вы помните этот печальный факт грехопадения Адама и Евы, когда Ева и Адам съели запретный плод, плод с дерева познания чего? Вспомните, пожалуйста, добра и зла. И таким образом грех пояселился на этой земле, и следствием греха стали болезни, страдания человеческие, войны, конфликты. То есть все злые поступки человеческого рода, все это следствие, согласно Библии, когда-то грехопадения наших прародителей. И Библия говорит, что все люди на земле рожденные грешники. Библия говорит, как написано, нет праведного, сколько мы читаем в Писании? Ни одного, все мы, человеки, являемся грешниками. И грех является главной проблемой нашего человеческого рода. Библия говорит, что беззаконие или грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Грех живет во всех нас, и разлучница смерть является горькой долей всего человечества. Но именно тогда мы с вами говорили, что у человечества есть надежда. Однажды существованию греха, согласно Библии, будет положен конец. И об этом говорит не только Библия, но и священная книга «Мусульман Коран». Она говорит о приходе пророка Исы. Библия же ясно провозглашает весть о втором пришествии Иисуса Христа в этот мир. И, конечно же, в связи с этой доктриной есть очень много вопросов у современных людей. Как разобраться? Как узнать настоящий приход Иисуса Христа? Когда он вернется в этот мир? Появится ли он в Южной Америке или в Северной, или в Европе, или в Африке, или в Австралии? А может быть, он появится в Уфе? Как разобраться? Как отличить настоящий приход Иисуса Христа в этот мир от прихода Лжехриста? Вы хотели бы об этом узнать? Скажите, пожалуйста. Но только сегодня я вам об этом не скажу. Я расскажу вам об этом завтра, здесь, в этом зале, на нашей программе в два часа. Завтрашнюю программу мы с вами посвятим исследованию этой уникальной библейской тематики. Каждый 25 стих Нового Завета говорит человечеству о том, что Иисус Христос однажды должен прийти в этот мир. Но когда же это случится? Каким оно будет? И что приход Христа принесет человечеству? Обо всем этом мы с вами порассуждаем завтра. И вы узнаете о том, какую светлую надежду Библия дает каждому человеческому сердцу. Но сегодня мы с вами порассуждаем о его первом приходе в этот мир. И мы снова откроем страницы священной книги. Книги Библии. Но мне хотелось бы задать вам вопрос. В нашем обществе, перед тем, как люди открывают священный текст, что они обычно делают? Скажите, пожалуйста. Они творят молитву, кто-то говорит. Вы абсолютно правы. Я хочу спросить вас. Вы не будете возражать, если из вечера вечер, встречаясь, перед тем, как я буду открывать священную книгу, Библию, Слово Божие, я буду творить кратенькую молитву. Вы не будете возражать. Но тогда там, где вы находитесь, слоните головы, я помолюсь о вас. Господь и Бог, Создатель всей вселенной, мы приходим к тебе, как большая человеческая семья в молитве. И мы просим, благослови нас. Благослови нас твоим присутствием. Благослови также город, в котором мы живем, всех жителей Уфы. Благослови Божие всю республику Башкортостан. Даруй этой республике мир, благополучие и процветание. Благослови руководство этой республики, президента. Благослови руководство города Уфы. Благослови землю эту прекрасную на Южном Урале. И даруй ей радость и надежду. Во имя Христа. Аминь. Тема сегодняшней программы «Бог спасает мир». На рубеже старой и новой эры миром правила Римская империя. Римские императоры, эти могущественные воители, направляли свои победоносные войска во все уголки Средиземноморья. Римская коллега, этот маленький сапожок римского солдата топтал все земли на побережье Средиземного моря. Римская империя разбухла, разрослась и стала самым большим государством в эпоху рабовладельческого строя. И вот на рубеже двух великих эпох, до Рождества и по Рождеству Христову, под игом римлян находилось одно маленькое государство на восточной части Средиземноморья. Это была Палестина. Здесь мы видим карту этой местности того времени, и следует нам сегодня отметить три ключевых города. На севере Палестины находится город Назарет, на юге вы видите маленький город Вифлеем, и, конечно же, главным городом этой земли был какой город, скажите, пожалуйста? Это был древний город Иерусалим. Это город, где сегодня находится центр трех мировых религий, как христианства, так ислама, так и мирового иудаизма. Здесь пред нами знаменитая Стена Плача. Это все, что осталось от древнего храма царя Соломона. И именно в этой далекой земле две тысячи лет назад появилась уникальная личность. Прикосновение рук его давало людям исцеление. Одно слово давало слепому прозрение. Мы знаем, что эту личность звали как? Так, скажите, пожалуйста, Иисус Христос. Слово Иисус или по-еврейски Иешуа означает «Господь спасает». Слово Христос означает «Помазанник» или «Мессия», то есть тот, кто помазан Богом на царство. И, конечно же, у людей есть вопросы, а существовал ли Иисус Христос на самом деле? Помимо Библии, помимо Евангелии, мы знаем Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна в Библии очень ясно и подробно излагают жизнь Иисуса Христа. Но многие критики говорили, а существуют ли другие свидетельства исторические того, что Иисус Христос действительно был, помимо Библии? Так вот, до нас дошли 27 исторических источников из первого столетия, которые говорят о том, что Иисус Христос – это реальная историческая личность. Об Иисусе Христе пишет знаменитый иудейский историк, который перешел на сторону римлян Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война». О нем пишет знаменитый Тацит, Тит, Свитоний и даже иудейский Талмуд упоминают о казни Иисуса Христа. Сегодня у большинства историков не возникает сомнений в том, что Иисус Христос – это реальная историческая личность, так как об его историчности говорят авторы, которые были врагами христианской религии, и они хотели бы, чтобы Христос существовал, но тем не менее они признают то, что Он действительно был и упоминают о Нем во многих исторических источниках. Более того, эта личность была уникальной тем, что она делала очень много смелых заявлений. Однажды в Евангелии от Иоанна Иисус сказал, «Ибо я сошел» – откуда он утверждал? – с небес. Мы знаем из прошлой программы, что Люцифер пришел тоже с небес. Помните, Христос сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба». Зло пришло в этот мир с небес, из далеких глубин Вселенной, согласно Библии. Так, согласно Библии, и спасение в этот мир также пришло с небес. Христос сказал, «Я пришел с небес». Но люди спрашивают, кем Он был на самом деле, кто Он? Ведь Он делал очень много смелых заявлений. Он говорил о том, что Он является Богом, Мессией, о том, что Он знает будущее, Он имеет власть прощать грехи человеческие, что Он знает наши мысли, Он есть в пути истина, Он есть в воскресении и жизнь. То есть, Он сделал очень много смелых заявлений о себе. Но кем же Он был на самом деле? Сегодня люди чаще всего задают именно этот вопрос. Кем был Христос? Кто Он? Бог, Пророк, Человек. Может быть, это небесный ангел, может быть, это загадочный инопланетянин, а может быть, Он великий обманщик. Кем был Иисус Христос, на самом деле спросите вы. Так вот, сегодня этот вопрос мы и поставим Священному Писанию. Первый вопрос – кем был Христос? Второй вопрос, который очень часто люди задают – для чего Он пришел? Какова Его была миссия здесь, на планете Земля? И третий вопрос, наиболее часто задаваемый современными людьми – как нам с вами, жителям Уфы и жителям Башкортостана, России и представителям человеческой цивилизации относиться к этой личности? Как мы можем отнестись к Нему персонально? Вот позвольте сегодня запомнить три вопроса. Первое – кем был Христос? Второе – для чего Он пришел? И третье – как нам с вами относиться к Нему? Что же поможет нам в этом разобраться? Например, Священная книга Коран говорит, «И это мы, кто низвели им Тору, в которой правый путь и свет. По ней судили иудеев те пророки, что Господу всем сердцем предавались. По их следам отправили мы Иису, или Иисуса, сына Мариан, чтобы истинность закона утвердить, что был неспослан до Него. Ему…» И вот что дальше говорит Коран? «Евангелие мы послали, в котором правый путь и свет, и подтверждение того, что до Него неспослано в законе, и правый путь и увещание для верных, которые страшатся Бога». Мы видим, что эта великая древняя книга, произведение пророка Магомета, утверждает, что однажды сам Бог, Аллах в Коране, неспослал человечеству Евангелие. И вот Иисус Христос в Евангелии рекомендует нам изучить эту книгу, понять ее, чтобы узнать правду, кто Он есть на самом деле. Однажды Иисус Христос сказал, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». И вот сегодня книга Библия расскажет нам правду о Христе. В прошлый раз мы с вами говорили о причине человеческого страдания, о грехопадении Адама и Евы. Помните, они съели плод запретный, потеряли доступ к дереву жизни, которые обладали сверхъестественным образом продлять жизнь человеку, и они вынуждены были покинуть Эдемский сад. Но перед тем, как Бог это сделал, было произнесено первое в Библии пророчество, предсказание будущего. Это книга Бытие, 3 глава, стих 15. Давайте посмотрим. «И вражду положу между тобою и между женой, сказал Бог Люциферу, и между семенем твоим и между...» И прочитайте вслух, подчеркнем твое слово. «Семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». Мы видим, что однажды люди уйдут от Люцифера, от дьявола, от сатаны, или, как говорит Коран от Иблиса и Шайтана. Люди однажды покинут силы зла, люди возвратятся к Богу. И на земле родится загадочное семя ее, семя жены, которая поразит дьявола в голову, то есть та личность, которая на веки вечные освободит мир от греха и зла. Но здесь мы встречаем маленький парадокс. Должна появиться на земле личность, которая является семенем ее, то есть семенем жены. Но вот вопрос. Сегодня в этом зале присутствуют сотни отцов и матерей. Скажите, пожалуйста, в нашей жизни кто дает семя для рождения ребенка? Мужчина или женщина? Мужчина. Кто-то сказал женщина. Но помните, семя для рождения ребенка дает все-таки мужчина. Женщина принимает это семя внутрь своего организма, она зачинает дитя и рождает его на свет. Здесь мы находим пророчество о том, что однажды на земле появится личность, которая не будет иметь земного отца. Это будет семя жены. И мы узнаем, что спустя много-много-много тысячелетий, когда Христос придет в этот мир, Он не будет иметь земного отца, но будет зачат от Святого Духа. Адам и Ева покинули Демский сад, но перед тем, как Бог это сделал, был заколот маленький ягненок. И в кожаные одежды животного Бог одел Адама и Еву. И в чем был смысл этого, вы сегодня узнаете чуть позже. Но вот покидают они Демский сад. Когда-то за восемь столетий до Рождества Христова, в восьмом веке до нашей эры, было дано еще одно пророчество. «Се» и какое слово дальше стоит? «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Пророчество гласило, что спаситель мира появится от Девы. И мы знаем, что впоследствии Роженицы Христа станет Дева по имени Мария. То есть пророчество исполнится. Это была девушка, которая забеременела чудесным образом от Святого Духа, еще не имея земного отца, хотя она в то время уже была помолвлена с человеком по имени Иосиф. В шестом веке до нашей эры другое пророчество, пророчество Михея, предсказало «И ты, Вифлеем, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Было пророчество за пять веков до Рождества Христова, которое указывало на город, на место его рождения. И вот пройдет пять столетий, и в каком городе родится Иисус Христос? Скажите, пожалуйста, в городе Вифлееме. Помните, что говорит нам Евангелие? «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». И, кстати, упоминание о переписи императора Августа содержится в римских анналах. Римские источники говорят, что именно в эту эпоху, примерно в четвертом году до нашей эры, произошла великая перепись. То есть Иисус Христос родился примерно в четвертом-пятых годах до нашей эры. И вот пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый как? Прочитайте. Вифлеем. «Потому что он был из дома и рода Давидова». Мы видим, что пророчество сбывается. Когда Иосиф, житель Назарета, увидел, что его будущая супруга беременна, он получил откровение от Бога взять ее в жены, поскольку она была беременна сверхъестественным образом. Она вынашивала Мессию. И вот они отправились в город Вифлеем для того, чтобы там они могли пройти перепись населения. «И родила сына своего первенца, и распеленала его, и положила в ясли, потому что не было места в гостинице». Только подумайте, в каком месте рождается Иисус Христос? В хлеву, в коровнике. И положила она его в ясли маленькие. Мы знаем, что русский язык, например, пестрит огромным количеством библейских выражений и слов, поскольку на этот язык очень сильно повлияла библейская культура раннего христианства на Руси. Когда мы благодарим друг друга, мы говорим друг другу «спасибо». Ну, мы знаем в татарском языке «рехмет», но русские говорят «спасибо». Два слова там стоят «спаси Бог». «Спаси тебя Бог». Мы знаем, что на скорой помощи какой символ находится? Скажите, пожалуйста. Там крест находится, скорая помощь спешит спасти человека, выручить его, бедного, больного. И дошкольное учреждение, куда мы отправляем маленьких детей, мы называем как? Скажите, пожалуйста. Мы называем ясли. Мы видим, что огромное количество терминов в нашем языке согласны и союзны с библейским текстом. И вот Христос рождается в хлеву. Вы знаете, в этом есть особая оригинальная мысль. Спаситель мира не родился в царском дворце, ни в чертоге герцога, ни в больших хоромах княжеских, а родился он в хлеву нищим. Так вот, сам факт его рождения показывает, что Христос любит человека. И он любит всякого человека, и богатого, и бедного, человека счастливого, и несчастного. Болезни, страдания и переживания любого человека в этом мире ему родственны. И он понимает нужды и проблемы каждого из нас. В ту ночь, как вы знаете, пастухи были в поле Вифлеемском, они размышляли о приходе Спасителя в мир. И тогда свершилось чудо, когда ангел Господень им явился и сказал, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Свершилось чудо, исполнилось древнее предсказание. Мы знаем, что детство и юность Иисуса Христа, а также годы возмужания проходят на севере Палестины в городе Назарете. Именно там мальчик Иисус трудился в плотницкой мастерской своего Иосифа и был чудо-мальчиком праведным и святым. Но затем подходит срок исполниться многим предсказаниям. Мы знаем, что в Палестине наступает эпоха большого духовного пробуждения и возрождения, появляется уникальный человек. У речки маленького Иордана он проповедует, и к нему спешат тысячи людей послушать его пламенные речи и слова. И вы знаете, что человека этого звали Иоанн, а прозвище, как у него было? Креститель. Верно, это был Иоанн Креститель. И вот к нему однажды на крещение поспешил Христос. Он вошел в воды Иорданские, Иоанн бережно окунул его в воду, Иисус поднялся, и тогда разверзлись небеса, И оттуда громкий голос раздался, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение!» И на Христа с неба свыше сошел как бы голубь, то есть Дух Святой. Вы знаете, что Библия рассуждает о триединстве Божества, что Бог есть Бог-Отец, потом кто, как вы думаете? Сын и третья личность – Святой Дух. Мы видим, как с небес воззвал Отец, в воде стоял Сын Крещенской, и на Него сходил Святой Дух. Те три личности Божества. Однажды в субботу в одной иудейской синагоге при большом собрании народа Иисус Христос развернул свиток пророка Исаии. Он развернул древнее пророчество и зачитал его. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, утешить всех сетвящих». Он зачитал этот отрывок и затем добавил. «И он начал говорить им ныне...» И вот прочитайте вслух следующее слово. «Исполнилось Писание сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его». И Иисус сказал, «Ныне Писание исполнилось». Читая Ветхий и Новый Завет, мы обнаруживаем, что все древние ветхозаветные пророчества о Мессии, которого так ждал иудейский народ, однажды исполнились в личности Иисуса Христа. Мы знаем, что большинство из вас за последние 17 лет свободы совести в нашей земле познакомились с жизнью Иисуса Христа. Многие из вас читали Евангелие, в целом основные вехи эти известны. По телевидению очень много показывают на эту тему, в том числе и фильмы о жизни Иисуса Христа. На чем мне хотелось бы сделать сегодня ударение, так это показать связь между Ветхим и Новым Заветом, показать, как древние пророчества и Ветхого Завета в точности исполнялись в земной жизни Иисуса Христа. Вы увидите, что многие невероятные пророчества находили свое исполнение. Давайте мы посмотрим. Сбывается пророчество. «Христос пришел утешить всех седующих. Он идет по земле Палестине, прикасается к больному, он встает, произносит слово, и злой бес оставляет одержимого. Он говорит слово, и слепой начинает видеть. Он поднимает женщину, которая страдала кровотечением, и она исцеляется полностью. Христос, Его слова, Его прикосновения, Его весть несли физическое исцеление людям. Он даже воскрешал мертвых, что само по себе было сверхъестественным чудом. Он обладал способностью возвращать жизнь человеку, например, воскрешение дочери Иаиры или воскрешение Лазаря, о чем мы еще в будущих программах порассуждаем с вами. Но главное в служении Христа было не то, что Он исцелял и воскрешал. Главное было то, что Он изменял человеческие жизни. Люди, соприкасаясь с личностью Иисуса Христа, становились другими. Вы, наверное, помните прощение Марии Магдалины, когда эту женщину, взятую в прелюбодеянии, привели к Иисусу во храм и предложили исполнить завет Моисея и побить ее насмерть камнями. Вы помните, какой вопрос задал им Иисус? Кто из вас без греха? Что пусть сделает? Пусть первым бросит в нее камень. Многие люди, которые привели эту падшую грешницу к Иисусу, понимали, что их жизнь ничуть не лучше, чем она, чем ее жизнь. Хотя она грешила открыто, многие грешили тайно и скрыто, и они понимали, что все мы грешники, поэтому краснее от стыда они покинули это место. А Иисус Христос сказал этой женщине, «Женщина, никто не осудил тебя!» Она отвечает, «Никто, Господи!» И затем Он сказал ей, «И я не осуждаю тебя!» Иди и впредь не греши! Мы видим, что Он ее прощает, Он изменяет ее жизнь, и так изменялась жизнь любого человека, кто сталкивался с личностью Иисуса Христа. Мне хотелось бы с вами несколько пейзажей Палестины посмотреть. Здесь мы видим эти зеленые края. Эта земля два, а иногда три раза в год дает урожай. В ней два больших сезона дождей, сезон ранних и поздних дождей. Там вдалеке мы видим гладь озера Галилейского. Иисус Христос, как вы знаете, был из Галилеи. Большинство апостолов были Его из Галилеи. Это северная часть Палестины. Именно здесь Он ходил по этому озеру или Галилейскому морю по воде, как посоху. Здесь Он призвал своих первых апостолов. Здесь собирались к Нему тысячи людей послушать Его проповеди. Здесь свершались евангельские события. Ну а это город Иерусалим. Вот это место я хотел бы вам показать, чтобы сказать, что именно здесь больше всего сегодня копают археологи. Именно в этой местности, как вы знаете, обнаружена цитадель царя Давида. Вот развалины с некоторыми средневековыми надстройками того дворца, где когда-то правил царь Давид и его сын царь Соломон. И вы знаете, в исламе это Дауд и Сулейман. Так вот, в этой местности происходили когда-то и евангельские события. Ну а это на экране перед вами так называемая гора Лионская. Это самая высокая точка в Иерусалиме. И на ней находится самое дорогостоящее кладбище в мире. Здесь покоронены тысячи людей. Именно на вершине горы Лионской Иисус Христос однажды ученикам рассказал о своем возвращении в этот мир. И о том, что рассказал Он им на горе Лионской, мы с вами порассуждаем в нашей завтрашней программе. Вы тогда узнаете множество пророчеств Иисуса Христа о событиях нашего времени. Рядышком с этим местом мы видим овраг. Там когда-то находился библейский поток Кедрон, который неоднократно упомянут в Ветхом Завете. И вот здесь Гефсиманский сад. В этом саду Иисус Христос за несколько часов до распятия молился и просил, чтобы смертная чаша прошла мимо Него. Вот эта улица в Иерусалиме называется Дорога скорби или Via Dolorosa по-латински. Путь страдания, путь скорби. Большинство историков схожи в том, что именно по этой дороге, когда-то по ее узким улочкам под крики и рев толпы Иисус Христос нес крест на Голгофу, на холм, на котором он был распят. Вся жизнь его была большим благословением для людей. Многие матери приносили Иисусу Христу своих детей, чтобы Он взял их на руки и благословил. Один известный российский поэт Иван Алексеевич, Алексей Константинович Толстой в своей поэме «Грешница» однажды написал «Любовью к ближним пламенея Народ смиренно Он учил. Он все законы Моисея Любви закону подчинил. Не терпит гнева Он, не мщенья, Он проповедует прощенья, Велит за зло платить добром, Есть неземная сила в нем. Слепым Он возвращает зренье, Дарит и крепость, и движенье Тому, кто был и слаб, и хром. Целя не дуг, врачу я муку, Везде Спасителем Он был И всем простер благую руку И никого не осудил». Такой была благословенная жизнь Иисуса Христа, жизнь, о которой я так люблю говорить и проповедовать людям. Но вы знаете, что Иисуса Христа были враги. К великой печали это были религиозные вожди иудейского народа, фарисеи и саддукеи. Им костью в горле стояла праведная, благочестивая и святая жизнь Иисуса Христа. И однажды они замыслили убить Его. Но за тысячу лет до этих событий в книге Псалтирь было дано такое пророчество. Это пророчество предсказало, кто будет предателем Иисуса. «Даже человек мирный со мною, на которого я...» И что прочитайте дальше сказано? «Я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Мы видим, что пророчество гласило, очень близкий человек должен будет предать, поднять пету на спасителя мира. И мы знаем, что предателем стал не какой-то отдаленный ученик, им стал апостол, один из двенадцати учеников по имени, как скажите? Иуда Искариот. Это имя стало нарицателем в нашу эпоху. Предателя, как правило, зовут Иуда. Иуда, да, именно Иуда расцеловал Христа в Гефсиманском саду и привел стражу, которая должна его была арестовать. Это был тот самый Иуда, о котором Христос сказал, «Тот, кому я обмакну в кусок хлеба, подам». Христос до последнего любил Иуду, но знал, что Иуда его предаст. За пять столетий до этих событий пророчество Захарии предсказало даже цену предательства. Посмотрите, каждая деталь. И они отвесят в уплату мне, сколько мы читаем? «Тридцать серебряников». Давайте посмотрим еще один текст. «И сказал их Господь, брось их в церковное хранилище». Это древнее пророчество. «Высокая цена, в какой они оценили меня. И взял я тридцать серебряников и бросил их в дом Господень». Для кого? Для горшечника. Посмотрите на три важных детали. Древний пророк Захария предсказал, что продан будет Мессия за тридцать серебряников, что эти деньги будут брошены в доме Господнем. И третье, кому они в конечном итоге достанутся? Горшечнику. Давайте посмотрим, что происходит пятьсот лет спустя. Новый Завет, Евангелие от Матфея. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал им, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему, сколько мы читаем в Евангелии? «Тридцать серебряников». Первая деталь исполнилась. Он получил свои деньги, но затем, когда он свершил это гнусное дело предательства, он был страшно разочарован, он сокрушался, он плакал, поэтому он вернулся к ним. И посмотрите, что произошло. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаившись, возвратил тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того?» «Смотри сам». «И бросив серебряники в каком месте? На улице? В храме». Он вышел, пошел и удавился. Его конец был печальным. Посмотрите, вторая деталь. Пророчество сказало, «Брось эти серебряники в дом Господень». И мы видим, что Иуда бросил серебряники во храме. Сбылось пророчество. «Сделав же совещание, купили на них землю кузнеца». Или что мы читаем? «Горшечника для погребения странников». Мы видим, что каждая деталь пророчества спустя несколько столетий исполнялась в жизни Иисуса Христа. Было также пророчество Исаии. Это так называемый гимн любви Исаии пророка о Мессии. «Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни, писал пророк. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. И как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус молча и терпеливо сносил страдания». Мы знаем, что за несколько лет до этого сам Иоанн Креститель свидетельствовал о нем. «Вот агнец Божий, который берет на себя что?» Скажите, пожалуйста. «Грех мира». «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Теперь мне хотелось бы кое-что рассказать вам об этом понятии агнец. Изучение этого понятия поможет вам понять многие ветхозаветные тексты. Читая Ветхий Завет, люди спрашивают, почему в Ветхом Завете люди приносили в жертву животных? Даже существовала система ветхозаветного святилища, сначала Скини и Собрания, и затем Соломонова храма, куда люди приносили телят маленьких, ягнят, приносили туда голубей, и там животных заколали. Люди спрашивают, в чем же была система, суть древнего ветхозаветного святилища. Оказывается, кровь этих маленьких ягнят указывала на то, что однажды за грехи человечества должна будет пролита кровь агнец Божия. Существовала когорта специальных священников, это были потомки колена Леви, на которые совершали жертвоприношение в Скини и затем в храме Соломоновом. Всякий раз, когда человек хотел покаяться в каком-то грехе, он приводил этого маленького ягненочка, который заколался здесь, во храме Соломона или в Скинии собрании, в Пятикниже, и его кровь символизировала прощение. Кровь маленького ягненка показывала, что грех это не просто проступок, это не просто шалость. Грех это нечто серьезное, грех это нечто страшное, и грех влечет погибель. Но в данном случае за человека, за грехи его символическим образом умирало животное. Но кровь животного указывала на кровь однажды агнца Божия, который должен был пролить ее за грехи человечества. Поэтому древние жертвоприношения животных, которые существовали в Ветхом Завете, указывали на Новый Завет. Они показывали человечеству, что однажды кровь прольется за грехи всех людей. Библия говорит нам, что Бог, не знавшего греха, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались какими? Прочитайте. Праведными пред Богом. Иисус Христос, чтобы омыть человечество, пришел в этот мир и кровь свою пролил. То есть на Голгофском кресте свершилось как бы жертвоприношение за грехи всего человеческого рода. Исполнилась система Ветхозаветного святилища в жизни Иисуса Христа. Пророк Исаия говорит, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. В Новом же Завете так происходило со Христом. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом, то есть по щекам. Мы видим, что Иисус стоял в суде перед Понтием Пилатом, который видел, что пред ним непорочный человек. Но Понтий Пилат отдал его на бичевание. Мы знаем, что Христа бичевали огромными римскими бичами, на концах которых были костяные и каменные шпильки. Эти бичи так больно били по телу Иисуса, что они раздирали кожу на нем. И мы знаем, что римляне впоследствии, чтобы усугубить страдания человека, эти раны посыпали солью. Затем на спину его был возложен огромный, тяжелый, весь в занозах крест. И он несет его по улочке узкой Виа Долороса на холм, который называется Лобное место или Голгофа. За тысячи лет до этих событий книга Псалтерь предсказала, каким образом умрет Спаситель мира. Псалом, 21 стих, 17 гласит, «Пронзили», что мы читаем с вами, «руки мои» и что? «И ноги мои». Предсказание гласило, Спаситель умрет тогда, когда люди проткнут, пронзят ему руки и ноги. И что же происходит? Через тысячу лет Иисус умрет на кресте, когда проткнут люди ему гвоздями руки и ноги. И это пророчество было дано еще тогда, когда не было Римской империи, еще не изобрели казнь, распятие, это жуткое надругательство над человеком, но пророчество гласило, что умрет он, когда ему пронзят руки и ноги. Так оно и случилось, он умирает распятием, и с ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его, и сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Это пророчество Исаия Пророка исполняется в жизни Иисуса Христа. Вот еще одно пророчество, 22-й Псалом, стих 18-й. «Делят ризы мои между собой и об одежде моей». Что делают? Скажите, пожалуйста, бросают жеребия за тысячу лет. Теперь Новый Завет, Евангелие от Иоанна. Воины же взяли одежды его и что сделали они? И разделили на четыре части. И это пророчество исполнилось. И так сказали, «Не станем раздирать его, а бросим о нем». Что мы читаем дальше? «Жеребий, чей будет?» То есть пророчество предсказало, что он родится в Вифлееме, он рождается в Вифлееме. Пророчество сказало, «Дева в очреве примет», рождает его Дева Мария. Пророчество предсказало, что он принесет людям служение, милосердия, любви. О, вся жизнь его была благословением для человечества. Пророчество сказало, «Предаст друг», его предает Иуда Искариот, один из двенадцати апостолов. Было предсказано, тридцать серебряников, и он был продан за тридцать серебряников. Деньги брошены в дом Господень, Иуда бросил их в храм. На эти деньги купили землю горшечника, это пророчество сбылось. Было предсказано, что пронзят ему руки и ноги, он был распят, пронзенным в руки и ноги. Было предсказано, что люди разделят его одежду и бросят жребий, и это пророчество исполнилось. Мы видим, что каждая деталь пророчества исполнилась в мировой истории. Только представьте себе этот скорбный день Страстной Пятницы, когда толпа, науськиваемая и наученная врагами Иисуса, истово кричала, «Распни его!» «Распни его!» кричали люди. И когда слабовольный и малодушный Пилат поддался, как мы говорим, на общественному мнению и совершил этот поступок, предает Христа на распятие. И вот Христос несет этот крест, и там, на Голгофе, он был распят. Недавно я читал исследования коллеги ученых, которые пришли к выводу, что казнь распятия была самой страшной казнью, которую когда-либо изобрел человек. Здесь человека истязали комплексом страданий. Это были и жажда, и зной, голод и холод. Это было удушие. То есть человек распятый должен был на гвоздях подтягиваться ради каждого вдоха. Он должен был напрячь свои руки и превозмогая страшную нечеловеческую боль, так как он был пронзен железными гвоздями, подтягиваться на кресте. Многие распятые не выдерживали этих мук. Они откусывали себе язык, проглатывали, чтобы задохнуться и поскорее умереть, чтобы не терпеть такие страшные бесчеловеческие муки. Они были абсолютно беззащитны предроем тропических насекомых. Птицы у распятых выклевывали глаза. Вся эта казнь представляла собой одну сплошную физическую муку и душевную. Но мы знаем, что для Христа мука была еще больше духовная, поскольку гнет грехов всего человечества раздавил его личность, и он умирает. Он говорит, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И говорит, «Свершилось». И затем он умер, и он окровавленный, был отнесен во гроб богатого человека по имени Иосиф из Иеремофеи. И вот проходит пятница, суббота, и на рассвете нового дня едва только забрезжил рассвет, едва только возошло солнце, земля задрожала, и свершилось чудо. Христос воскрес! И миллионы людей однажды на Пасху многократно будут повторять, «Христос воскрес!» «Он воистину что?» Скажите, пожалуйста, воскрес! «Он ожил!» Совершилось чудо, неподвластное человеческому разумению. Христос восстал к жизни и однажды придет в этот мир во второй раз. И мы видим, что все основные события его жизни были предсказаны. Мы сегодня с вами смогли посмотреть на десять пророчеств Ветхого Завета о земной жизни Иисуса Христа. Всего же в Ветхом Завете о его жизни содержится «332 пророчества». Только представьте себе эту цифру «332 предсказания». И вот один ученый, ученый в области теории вероятности решил рассчитать, возможно ли, чтобы в одном человеке в истории могли исполниться одновременно восемь древних Ветхозаветных пророчеств. Восемь. И вот к какому выводу он пришел. Если вы возьмете сто тысяч, миллиардов, то есть вы возьмете сто триллионов металлических старых советских рублей. Представили себе? Большие монетки, да? И попытаетесь ими покрыть территорию, скажем, республики Башкортостан. У вас получится слой примерно высотой 70-80 сантиметров. Вы возьмете один рубль, пометите его, ну и бросите его где-нибудь там в районе Салавата или Кумертау или Стрелитамака, спрячете. Завяжите здесь в Уфе человеку глаза и скажите ему, найди с первой попытки, не со второй, с первой попытки, потерянный рубль, отмеченный. Какова вероятность, что он его найдет? Скажите, пожалуйста. Этой вероятности практически никакой. То же самое, согласно теории вероятности, нет возможности, чтобы восемь пророчеств древних, сказанных за несколько сотых, даже за тысячу лет до рождения определенной личности, могли в нем исполниться. А во Христе исполнилось 332 пророчества. Эти ученые пошли дальше, они рассчитали, что если бы во Христе исполнилось 48 пророчеств. Так вот, такой вывод был. Это вероятность единица, умноженная на 10 в 157 степени. Ученые-астрономы говорят, что атомов во Вселенной и элементарных частиц единицы в 88 степени. Это во всей обозримой Вселенной. То есть, если вы возьмете один атом где-нибудь во Вселенной, где-нибудь в созвездии Ориона, пометите его, и здесь на Земле скажете человеку, закрой глаза, найди его с первой попытки, какова вероятность, что он этот атом найдет, мельчайшую единицу? Вероятности нет никакой. То же самое с точки зрения теории вероятности. Невозможно, чтобы 48 пророчеств исполнились в жизни одного человека. Но в жизни Иисуса Христа исполнилось 332 предсказания. Однажды один ученый, который много лет думал опровергнуть жизни Иисуса Христа, доказать, что все, сказанное в Евангелии, это миф и сказка, провел огромное количество исследований и пришел к выводу, что он был неправ, и он написал знаменитую книгу «Неоспоримые свидетельства». И предисловие этой книги называется «Книга, которая не хотела быть написанной». Любой исследователь, юрист, историк, который внимательно изучает Евангелие, сравнивает их с историческим повествованием, убеждается в том, что Иисус Христос это реальная историческая личность, и эта личность сверхъестественная, в нем свершилось чудо, в нем исполнились древние пророчества. Однажды в Евангелии от Луки Иисус сказал, что Сын человеческий идет по предназначению, то есть у Него было предназначение прийти в этот мир. И вот вопрос первый, который мы сегодня с вами задавали, кем был Иисус Христос? В первом послании Тимофею апостол Павел написал «И беспрекословно великое благочестие тайна». И вот прочитайте вслух следующую строчку. «Бог явился во плоти». Христос это не простой человек, это Бог явившийся во плоти. Другими словами на землю пришел Бог во плоти человека. Иисус Христос это на сто процентов Бог и на сто процентов человек. Свершилось с таинства Бога воплощения, когда Бог вочеловечился. Иисус Христос это Сын Божий и Бог во плоти. Это первый ответ Библии. Второй вопрос. Для чего Он пришел? Какова же была цель Его прихода в этот мир? Посмотрите, что говорит нам Писание. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и по виду став как человек. Он не почитал хищением быть равным Богу, но он пришел в этот мир и принял образ раба и по виду стал как мы с вами. Он вочеловечился. И вот что свершилось в жизни Иисуса Христа. Потому что Бог во Христе что сделал? Прочитайте слог этот текст. «Примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Иисус Христос это дружеская, примирительная рука, это жест Божий, брошенный человечеству с неба, когда Бог протянул руку людям, которые однажды ушли от Него в грехопадение Адама и Евы и сказал, «Дети мои, вернитесь ко мне, я люблю вас, я протягиваю вам руку примирения, и я за ваши грехи отдаю своего Сына, чтобы Он умер за вас и взял вину вашу на Себя, чтобы вам вернуть возможность обрести тот рай, однажды уподеленный Адамом и Евой». Так вот, вопрос, для чего Он пришел? Он пришел, чтобы спасти человечество от власти греха и смерти. И, наконец, вопрос третий. А как нам с вами сегодня относиться к этой загадочной личности? В Евангелии от Иоанна мы читаем, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели что?» Скажите, пожалуйста, жизнь во имя Его. Христос желает наполнить нашу жизнь благополучием и процветанием уже сегодня, прощением грехов, миром и радостью, и желает подарить каждому верующему жизни вечную. Как же мы можем сегодня относиться к Нему? Однажды, две тысячи лет назад, Христос, встречаясь с людьми в разных деревушках и поселках Палестины, в городах, Он всегда прикасался к людям, и они исцелялись. Он говорил слова, и мертвые воскресали. Он подходил людям, и менялась их жизнь, их характер. И в Евангелии сказано, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же». Он и сегодня такой же. И когда мы приходим к Нему, Он готов исцелить болезни наши. Он готов утешить скорбящего. Он готов быть другом, поддержкой и любящим спасителем для любого человека, приходящего в этот мир. Он и сегодня тот же. Поэтому, как мы можем сегодня отнестись к Нему? Да очень просто. Мы можем веровать в Него, как в спасителя. Мы можем принять Его как друга в свою жизнь, как Господа. Мы с вами подходим к завершению нашего пятого вечера. И мне хотелось бы спросить вас, дорогие уфимцы, в целом, понятно ли вам содержание нашей сегодняшней программы? Позвольте повторить важные вехи. Кем был Христос? Он был Богом во плоти, воочеловечившемся божеством на земле. Второй вопрос, для чего Он пришел? Чтобы умереть за грехи наши, чтобы спасти нас для вечности. И третье, как мы можем относиться к Нему? Мы можем в Его лице на свете. Скажите, пожалуйста, легко ли найти настоящего друга? Друга, который никогда не предаст, не покинет и не оставит. Такого друга, надежного и крепкого, в жизни найти сложно. Знакомых много, друзей бывают единицы. Так вот, сегодня Иисус Христос протягивает нам руку примирения и говорит, «Я люблю тебя, о человек, приди ко мне, прими меня в свое сердце, я буду для тебя твоим другом, который тебя никогда, никогда не предаст». Мне хотелось бы спросить вас, мои дорогие друзья, а вы хотели бы, чтобы Иисус Христос не завтра, а сегодня для вас стал любящим спасителем и верным другом? И если в этом желание ваше, склоните головы, я помолюсь Господу об этом. Вы можете мысленно молиться вместе со мной. Господь и Бог, Создатель всей вселенной, мы приходим к тебе как большая человеческая семья и мы благодарим тебя за то, что однажды сбылись древние пророчества. Спаситель пришел в этот мир и умер на кресте и взял грехи каждого из нас. И сегодня мы приглашаем Иисуса Христа в наше сердце. Я сегодня хочу обратиться к моему фимскому аудитории и попросить вас, если вы желаете, чтобы Христос сегодня вошел в ваше сердце как друг и спаситель, вы можете поднять руку к небесам. Если вы желаете, чтобы сегодня Христос был для вас вашим другом, давайте будем молиться. Господь Иисус, войди сегодня в наши сердца и принеси нам прощение, мир, покой и радость. Благослови ту землю, в которой мы живем, землю российскую и землю башкирскую. Даруй, Господи, этому региону мир, благополучие и счастье. И всех нас храни ныне, до встречи завтра. Аминь. Уважаемые родители, христианский радиотелецентр «Голос надежды» предлагает для детей в возрасте от 7 до 10 лет заочный библейский курс «Небесный лучик». Данный курс состоит из шести красиво оформленных книжечек с текстами и содержит в себе не только библейские повествования, но и рассказы разных авторов, рисунки для раскрашивания, тесты и задания, стихи и песни. Если вы желаете, чтобы ваши дети прошли обучение в нашей заочной библейской школе, то напишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, заочная библейская школа, уроки для детей «Небесный лучик». Укажите, пожалуйста, в заявке имя и фамилию ребенка, а также его возраст. Будем рады помочь вашим детям в изучении Священного Писания. Дорогие друзья, мы очень рады тому, что вы сегодня пришли. Для нас радость встречаться с вами из вечера в вечер. Мы ждем вас с нетерпением завтра здесь в два часа. А сейчас, когда вы пойдете домой, знайте, Бог любит каждого из вас. И мы также любим вас и желаем мира и счастья вашему дому. Будьте счастливы и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok